Между тем, жильцы дома, где произошла стрельба, считают, что кровавый конфликт могли спровоцировать работники местного КСК. По их словам, мужчина, открывший огонь по живым мишеням, часто жаловался на плохую работу кооператива. Он возмущался, что его мебель без спроса перенесли из подъезда на улицу. Соседи говорят, с ружьем погибший направлялся именно к коммунальщикам. А еще очевидцы уверены, если бы в доме было больше камер, мужчину с оружием заметили бы до конфликта с охранником. Репортер КТК Алтын Мендебаева сегодня побывала на месте трагедии и узнала новые подробности. Отверстие от пули на посту охранника и осколки стекла. О том, что в жилом комплексе Бухар-Жирал Тауэрс прошла масштабная спецоперация, говорит буквально все. Соседи мужчины, которые устроил стрельбу, рассказывают, Спор с представителями КСК начался из-за диванов, которые принадлежали россиянину, арендовавшему здесь жилье. Коммунальщики перенесли мебель из подъезда на улицу. Тут-то все и началось. Он пошел в КСК. В КСК, конечно, дверь закрыта. Никого нет. Он пошел туда к охране. Я так поняла, что он попросил рацию. Или вызовите сюда ответственных за КСК. Он сказал, это не в моей компетенции, я не могу вам дать рацию. Ну и все, человек, можно сказать, сорвался. Жители говорят, диваны на улицу сотрудники КСК выставили бесцеремонно. По их словам, погибший вообще часто выражал недовольство работы кооператива. Их взяли и выставили на наружу. Но раз на наружу ты выставил, значит, ты поставь человека в официальной форме, в известность, а не так, чтобы самоуправством взять их просто выставить на улицу под снег и под дождь. По словам жителей, Руслан Исаев отличался вспыльчивым характером. Часто вел себя агрессивно. О плакатах со странными надписями, которые он вывешивал, в коммунальную компанию якобы сообщали не раз. Но заявление в полицию так и не последовало. Я позвонила напрямую к Орентаеву Берику, председателю действующего этого КСК. Мы писали неоднократно и на эти диваны. Мы писали неоднократно и на эти плакаты. Мы все это сообщали охране. Охрана могла бы написать от своего имени заявление в полицию. Имя Берика Орентаева, главы местного КСК, сегодня звучало каждую минуту. Люди уверены, если бы он реагировал на жалобы оперативно, трагедии удалось бы избежать. Выстрелы гремели в подъезде блока номер 3. Здесь повсюду остались следы. Вот, например, отверстие на зеркале и трещины на стенах. Сам стрелок находился в этой квартире. Сейчас дверь опечатана. Известно, что мужчина проживал здесь несколько лет. Соседи по лестничной площадке и раньше замечали не совсем адекватное поведение мужчины. Многие его боялись и обходили стороной. Мы даже не знали, что он стрелял или нет. Не было достоверно. Мы не видели, просто слышали звук. Потом мы видели дыру. Где-то 7 апреля так. Вы не стали сообщать полиции, охране, рассказывать? Можете заключить, пожалуйста. То есть вы не стали, да? Но нет. В КСК, который, как настаивают жители, спровоцировал срыв, признают. Действительно, несмотря на странное поведение жильца, заявления в полицию не подавали. О странных плакатах, что вывесил погибший, известно мало. Я пересылал это в чат наших охранников, начальника охраны. И они ходили в эту квартиру, добивались комментариев насчет этих плакатов, но ответов не было. Жалобы не такого характера, чтобы вызывать полицию. Но участковый был в курсе всегда, что человек психологически неуравновешенный. Несогласий с его стороны не было на тот момент, когда мы вытащили эти диваны. Даже после инцидента усиливать меры безопасности в жилом комплексе КСК не намерен. Дополнительные камеры наблюдения устанавливать тоже не будут. Своё бездействие кооператив объясняет крупными долгами. Ну а люди, которые давно требовали отказаться от действующего КСК, теперь вообще хотят сделать это как можно быстрее.